Могут ли богатые, жертвуя большие деньги, откупиться от своих грехов? Ну, как можно откупиться от грехов? Вообще, в принципе, это невозможно. Нет такой суммы денег, нет такой материальной составляющей, которая помогла бы нам делать себя чище, духовней и так далее. У нас один есть Искупитель, Господь наш Иисус Христос. Именно Он искупает нас, Своей крестной жертвой. Именно Его подвиг, Его жертва помогает нам войти в Царство Небесное, избавиться от проклятия Божьего, от насильства к дьяволу. Ну вот, что же может человек сделать такого, чтобы приобщиться к плодам этой Скупительной жертвы? Если к этому материальным, то все зависит от того, насколько человек сокрушает свое сердце, прежде всего, когда жертвует материальное. Насколько человек смиряется, когда пытается использовать свое достояние земное, чтобы кому-то помочь. Ради чего человек это делает? Если это делает ради Христа, если на душе у него раскаяние, если человек хочет, ну, хоть как-то искренне помочь другому, избавить другого человека от какого-то болезненного состояния, от нищеты, от трудного положения, делает это по любви, конечно, это дело важное, дело Божие, но надо сказать, что Господь смотрит на сердце человека всегда. И здесь невозможно никаких компромиссов. С Богом невозможно в этом плане договориться. Надо делать либо ради Христа, либо что-то получается ради себя. Ради Христа, да, это нужно, полезно, спасительно. Ради себя совершенно бессмысленно. Если мы думаем, что мы какой-то суммой и какими-то внешними делами можем снискать себе спасение. Не богатство осуждает человека, а отношение к богатству. Не так много богатых людей. Но если человек разбогател вдруг по каким-то причинам, если человек имеет какое-то большое достояние, на него накладывается больше ответственности. Как он распорядится этим богатством? Быть богатым, на самом деле, и верующим, это очень сложно. Быть богатым и благотворителем, это немалый подвиг. Быть богатым и думать не только о себе, а о людях, это тоже не каждому удается. Потому что богатство часто надмивает, богатство может искушать. Богатство требует постоянно заботы. Богатство слепит человека. Человек просто не понимает нужду других. И поэтому, если богатый человек жертвует, искренне, ради Христа, это дорогого стоит на самом деле. Если богатый кается и хочет изменить свою жизнь, и все, что он имеет, или почти все, что он имеет, он легко отдает другому человеку. И в этом немалый подвиг. Господь смотрит на сердце. Господь говорит в притчах, мы можем прочитать в Библии. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои, да наблюдают пути мои». Вот такое Слово Божие и такое обращение Бога к человеку, когда Господь говорит о том, что сердце – это самое главное богатство человека. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...